всем привет друзья сегодня пятница и мы едем в прилуке как обещал ну мега уазом не получилось и он не совсем готов было поближе можно конечно было подъехать своим ходом а так особо тянуть нечем зеленой мечтой думал подтяну ну что она так не уверен я в том что мы доедем не хочется где-то ночевать посреди поля с мечтой с мега уазом в общем решил я ехать на той машине которая исправна тоже тут правда есть мелкие недоработки ну такое опять асфальт идеальный наконец-то сделали здесь все бровары мы проехали осталось тут километров 130 наверное до лагеря и мы на месте шикарная сейчас будут места там было оффроуд на масленицу будет сейчас ночной спецучасток будет утром целый день ориентирования с 10 до 6 потом опять ночной многих что-то он испугал ну не знаю как многих ну кого-то испугал там мне звонил олег говорит какие-то ночные люди не сильно любят ночное это как бы формат вадим пробует формат рфси поддержать в смысле как правильно сказать не поддержать а копировать формат правильный хороший ну тут как бы немножко мне кажется двух полных дней вполне достаточно хотя там вроде как не сильно длинный спецучасток не знаю какая сложность ну говорил старался будет будет весело так что сейчас мы вот уже поворот насколько я помню сейчас не пролететь на бэхе что тут есть указатель суммы правильно да вот это наш поворот на бэхе намного быстрее передвижения даже вот когда на не едешь вроде медленно но на самом деле нас на спидометр смотришь а там 100 километров в час ощущение вроде как на месте стоишь пятница не очень комфортно ехать много машин с киева с трудом я тут постоял в пробочке потом еще за киевом тут тоже там немножко тянучка было все нормально пролетели проскочили и вот мы уже на трассе киевсумы она же ведет в прилуке многие ребята наши не поехали собирались там кто-то на танковый вроде завтра едет но я не смотрел это олег не дозвонил сказал понимаете уровень марок мероприятия вот вадим про отмечает свой день рождения в таком формате тоже будет третий год сейчас или четвертый уже сейчас секунду третий четвертый до 3 наверно подряд ну что вам сказать мероприятие просто бомбезная уровень подготовки трасс то же самое могу сказать весной была масленица вадим отмечал организовывал серьезное мероприятие клуб росомаха прилуки кто не в курсе можно забить росомаха трофе можно забить чтобы найти прошлогодние позапрошлогодние очень крутой был оффроуд блин понаставляют диодов это жесть просто какая-то вы знаете вот у меня видите ксенон заводской стоит и четко видно даже на камеру вот вам видно как полоса света четко никого не слепит даже на туманках она все равно ограничено диоды как говорит бородач чем ярче светит тем хуже машина типа что-то такое как-то он там по-своему это говорил в общем я отвлекся мероприятие просто нереально просто нереально подход с душой сознанием дела даже как вам как вам пересказать это все с любовью не знаю подходит сюда это слово или нет ну да с любовью к делу к оффроуду к тем кто приедет с уважением трассы идеальные стараются сложная погодная обстановка не было несколько месяцев дождей практически не было вообще ну то что там побрызгала один день это вообще капля в море она высыхает за она точнее впитывается и все то есть там где был там где было озерцо в прилуках я еще помню но я уже помню там болотце было уже не озерцо это пару лет назад было в это же время кстати было в сентябре два года назад тоже было мероприятие казак трофе наверное называется тоже есть на канале видео и тогда еще как-то было там немножко и весной чуть-чуть было воды то сейчас вадим говорит там где была спецучасток где не могли проехать тр-4 копаешь лопатой полтора метра в землю в глубину а там а там сухо то есть вот можете себе представить уровень засухи что-то происходит с климатом какая-то полная жесть на самом деле вот так так елки-палки такой достаточно не очень хорошая здесь дорога в этом направлении но ближе чем ехать через перятин по харьковской трассе там конечно дорога идеальная но круг получается как-то не знаю тут и по ощущениям тут ближе даже по такой не очень хорошей но на этом автомобиле в принципе проглатывает он все и даже там где люди едут 60 на нем можно ехать 100 и 120 и он проглатывает стоит бельштайн большинство и впереди правда уже один амортизатор немножко подустал я его поставил эти амортизаторы много лет назад точнее 12 наверное лет уже ну почти 12 до ну смотрите как человек сплошной по барабану в повороте ладно сплошная то такое еще в общем он выше сидит ему там что-то видно но вообще в тик токе сейчас смотришь эти аварии это просто жесть какая-то там достаточно много также как и в инстаграме выкладывают с регистратором просто жесткие на обгонах на трассе вот именно люди идут их раскачивает бросает заносит чем конечно вот эта машина в отличие от любой переднеприводной может простить люб достаточно серьезные ошибки водителя если у меня у dsc сейчас и abs не работает к сожалению надо будет есть там человек который чинит попробовали подбросили бы ушечку но не помогло такая же как и моя где-то микротрещина то есть машина холодная работает нагревается плата видно раз отходит расходится и контакта нету и пропадает то даже с неработающим абсом и и dsdsg ну стабилизации очень сложно на ней что-то исполнить чтоб тебя занесло то есть благодаря развесовки очень длинной колесной базе бэха семерка что тут скажешь я была на она купили мы ее в восьмом или в девятом году восьмом наверно феврале месяца то есть уже наверное 12 лет прошло уже 13 наверно будет как-то я уже запутался в общем давно всех паспорте можно посмотреть и ну и как знаете как раньше как обычно там после тройки хотелось пятерку после пятерки хотелось семерку после семерки хотелось следующую семерку е-65 я имею ввиду а потом как-то не знаю вот 65 во-первых много жалоб там по электрике очень много напичкано и как-то она не очень все надежно ну так со слов диагностов там и ребят которые чинят их не знаю там насколько правда вообще как-то так внешний вид уже стал менее актуален 65 а это какой-то в разряд классики перешла вот она такая широкая низкая длинная приплюснутая такая вот как не знаю в общем классический у нее вид многим она нравится вот до сих пор люди как-то многие подходят смотрят спрашивают что-то хотя уже она и стоит совсем недорого и много их но все равно что то есть в этой машине кстати больше 30 фильмах как-то фильмах снята она смотрел я где-то на драйв двору там много фанатов этой модели впрочем как и любой другой не только бмв любого автомобиля и ребята что-то перечисляли там фильмы больше 30 больше 30 фильмов в которых но самые известные я думаю все знают и перевозчики джеймс бонд и бумер конечно ну еще много очень где она есть на самом деле хороший автомобиль вот мы сейчас едем почти 90 ну едем как вроде как не едем в общем никакой проблемы вообще вот поворот зайти не снижая скорости при том что дорога достаточно такая сказать что неровная ничего не сказать такая вся в латочках в стыках арбатенько так ну что все пока значит программу мероприятия вам рассказал я думаю на этом автомобиле я скоро буду на месте связь там смотрите наши кстати будем включать сюжеты это ютубовский stories кто не знает он есть как-то он там по странному у меня он пропал люди жаловались тоже что не у всех этот раздел есть он был в менюхе когда заходишь на канал вот подряд видео главное сообщество что там еще о канале вот раздел просто когда в менюху заходите и вот там был сюжет раздел и он пропал я не знаю у меня пропал но то есть когда я публикую сюжет я могу зайти и посмотреть там предыдущие а так зайти как-то не получается но на других и просто как-то лента есть ютубовская и видно там что сюжеты выкладываются в общем заходите смотрите будем как-то показывать в тик токи у нас еще сегодня уже там почти за последние два дня полторы почти две тысячи подписчиков добавилось в тик токи как-то не могу я просчитать очень сложно не то что сложный алгоритм алгоритм такой какой-то свой там но очень приятно вы знаете что смотрят все видео то есть и кто предлагает вот у меня там наверно 200 200 не видео в тик токи ну и по сравнению с вам немного но тем не менее предлагают и смотрят все которые давно выложены которые мало посмотрели то есть предлагает не так как в ютубе вот какой-то топовый ролик показывает а остальное там практически не видно то есть из тем трех с половиной больше тысяч моих роликов смотрят там может сотню какую-то от силы и все а в тик токи с этих 200 роликов там уже чуть больше уже не знаю но бы ориентировочно смотрят практически все то есть заходите подписывайтесь очень хорошая платформа веселая ненагружающая все быстро очень динамично молодцы в общем ну и хорошо набираются просмотры набиры добавляются зрители такая приятно когда смотрят когда есть какая-то связь обратно они когда вот как в инстаграме что-то ты публикуешь но что-то посмотрят там это смотрят крайние ролики и все и дальше дальше давай до свидания так ну все я думаю все рассказал что хотел сказать на сегодня не знаю как получится загрузить ролик попытаюсь сегодня загрузить даже сейчас я с телефона начну его грузить по дороге чтобы он начал уже выкладываться но тут по трассе сложновато ну хоть что-то не знаю когда опубликуется до утра думаю опубликуется если раньше увидите раньше всем пока подписывайтесь делитесь завтра послезавтра два дня супер оффроуда я думаю вам понравится ну уже воскресенье вечером если успею что-то показать то покажу ну что-то думаю покажу в любом случае всем пока